Культура древнего Египта. Десятый параграф. Письменность египтян. Письменность египтян считается одной из самых древних. В начале каждое слово записывалось в виде рисунка. Первоначально письменность использовалась для записи заклинаний и обрядов, и поэтому ее называли священной или словами богов. Не случайно древние греки назвали эти письмена иероглифами, что означает священные письмена. Письмена вырезали на стенах гробниц и статуях богов, а также писали на камнях и черепках керамики. Алфавит египтян состоял из 750 иероглифов, слогов, поэтому каждое слово представляло собой несколько символов. Изучение иероглифов было очень сложным делом, и освоить эту грамоту могли немногие. Их записывали тростниковыми перьями на папирусе, материале изготовленном из стеблей папируса. Чернилами служили минеральные краски разного цвета. При обучении писали на черепках керамических предметов или на известняке. Люди, овладевшие искусством письма, считались высокообразованными и пользовались большими привилегиями и уважением. Французский ученый Жак-Француз Шампольон в 1822 году сделал открытие мирового значения. Он нашел ключ к чтению египетских текстов. Этому открытию способствовала находка около города Розетта, Египте Камни, на котором египетскими иероглифами и на древнегреском языке была выполнена одна и та же надпись. Перевод греческого текста не составил труда, и сопоставив тексты, можно было выяснить значение каждого иероглифа. После этого открытия многочисленные тексты, папирусы, надписи на стенах храмов, пирамид после многовекового умолчания заговорили. Историки обрели важный и надежный источник для изучения древнеегипетской цивилизации. Сегодня Розетский камень нахранится в Британском музее Лондона. Зарождение научных знаний Зарождение и развитие научных знаний египтян также связано с их повседневной жизнью. Землетельцам надо было знать, когда начинать сеять древно и когда собирать урожай. Это время египтяне определяли по звездам. Так зародилась астрономия, наука о звездах. Наблюдая за звездами, египтяне заставили календарь. Они точно определили продолжительность года 365 дней, разделили их на 12 месяцев по 30 дней, а 5 дней они считали праздничными и не учитывали. При строительстве каналов любых знаний и сооружений необходимо было измерять их площадь и объем. Так возникла геометрия, наука об измерении Земли. Египтяне знали не только простые арахметические вычисления, но и дроби, и сложные расчеты. На этой основе развивалась математика. Египтянам была хорошо известна такая наука, как медицина. Изготавляя мумии, они изучили внутреннее строение человека. В египетских городах существовали специальные школы, где обучали лекарей. Главной единицей измерения в Египте был локоть, который равнялся расстоянию от локтя до кончиков пальцев. Так как длина рук разная, был введен эталон, так называемый царский локоть, который равнялся 52,5 см. Время в Египте измерялось с помощью водяных часов, которые состояли из специального сосуда, разделенного на 24 отсека. За один час медленно вытекала вода из одного отсека и этих часов. Почему египтяне считали письменность священным? Что считали священным и словами богов? Из скольких знаков состоит азбука египтян? Впервые кем была открыта иероглевая? Где на данный момент хранится розетский камень? Какой народ считается основателем первого календаря? Как египтяне определили дни и месяцы в одном году? И на этом у нас все. Не забудьте повторить данный параграф. Увидимся вместе с вами в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok